Приветствую вас и попробуем привести пример со спортсменом. Юный спортсмен, который начинает свою карьеру, будучи молодым здоровым сыном, стремится к успеху на определенном поприше и добивается этих целей. Со временем, будучи уже несколько кратным чемпионом мира, он чувствует, что начинает терять форму. И дело здесь связано не с тем, что он сдает позиции, просто время идет, меняется человеческая сила, меняются способности, меняются цели. Спортсмен заканчивает свою спортивную карьеру и начинает какую? Тренерскую. То есть он в соответствии со своими способностями меняет цели. У вас произошла такая ситуация, что вы, когда были юны и молоды, добивались определенных целей, добивались успеха и привыкли следовать определенным алгоритмам поведения, привыкли достигать определенных целей и задач. Но со временем, когда вы взрослели, менялись, ваши цели оставались прежними. И они перестали быть вам доступными. Потому что не все цели может достичь человек молодой, которых может добиться взрослый, и наоборот, не всех целей может добиться взрослый, которых может достичь молодой. И именно поэтому, из-за того, что ваши цели жизненные не поменялись, вы и начали испытывать неудачи и дискомфорт. С возрастом приоритеты меняются, важность переоценивается, а ценности видоизменяются. У вас произошло так, что видимо ценности внутренние поменялись, желания скорее всего изменились тоже, а вот цели остались прежними. И алгоритм поведения остался темным. Соответственно, нужно поменять свои цели, сделать их более доступными вам сейчас, перестать ставить себе такие же цели по качеству, непременно по качеству, какие вы ставили их в молодости, и добиваться того, что вы можете добиться. То есть ставить реальные цели. Поэтому нужно как можно более адекватно оценивать свои возможности, оценивать свои способности, и тогда у вас все получится. Отвечая на ваш вопрос про деградацию, я отвечу встречный вопрос. А вы считаете, что тренерская работа по завершению спортивной карьеры является деградацией? Считаете ли вы, что это шаг назад для человека? Если считаете, то да, это деградация. А если нет, если вы понимаете, что это естественная смена контекста в человеческой деятельности, естественное изменение ее и естественная адаптация приложения сил человека с учетом его меняющихся возможностей на протяжении жизни, то это не деградация. Это личностный рост. Это прогресс. Это работа в большей степени интеллектуальная, чем физическая. И вот здесь мы подходим к самому главному. Когда человек молод и полон сил, он использует то, что у него есть. Внутренний ресурс. Силы, выносливость, энергия. Все это используется для чего? Для получения опыта. Когда человек получает опыт и одновременно начинает терять присущие молодости силу, выносливость и энергию, то за счет опыта, за счет большей степени интеллектуального труда, а не физического, человек сохраняет свою эффективность. Именно поэтому многие люди так сильно переживают, когда при достижении определенного возраста они не могут, скажем, занимать руководящие посты и так далее. Вот и есть начальник. Начальник. Этот начальник, скажем, 40 лет. Начальник. Но понятно, что он не будет, как подопытный кролик, как рядовой сотрудник, бегать по поручениям. Он занимается интеллектуальной подоплекой работы. И это его место. Это то, что при нормальном процессе обуславливает эффективность его деятельности. Поэтому люди, которые не добиваются чего-то при достижении среднего возраста и не обладают достаточными способностями для работы интеллектуальной, остаются не в делах. У них начинаются проблемы. Отсюда кризис среднего возраста и прочие проблемы с обуствующим характером. Поэтому вам есть только одна рекомендация. Меняйте свои цели. Меняйте свои задачи. Адаптируйте их под свои возможности, под свои способности. Достигайте того, что реально. И тогда, тогда вы сможете начать верить в себя во-первых вновь. А начав верить в себя, вы поверите в то, что можете больше. И сможете добиться того, что максимально возможно на вашем текущем жизненном пути. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго.